сегодня у нас 17 мая погода жуткая погода страшная что значит ну ладно чуть не сорвалась наша с вами трансляция град молнии еще сейчас назад ливень ну обошлось а вот трех областях не обошлось это значит ярославская так ярославская еще две области в общем страшные вещи показывали по телевизору разбитые машины опрокинуты поваленные деревья и даже смертельные случаи том числе детей услышал правда про одного и это по моим меркам понятиям связано еще и с тем что городское хозяйство так называемое зеленое насаждение вот длинный откуп абсолютно несведущим людям которые эти деревья садят не обрезав они называются уже опасными для жизни людей вот но сегодня мне эта тема просто высказал потому что только сейчас по телевизору показали страшную картину по моему и Рославской области вот ужас вместе со смертью и так этим мы тоже проходили мы несколько раз с вами в том числе проходили мы и городское насаждение городские ошибки городские глупости но на сегодняшний день никакого влияния мы не оказываем на действительность единственное достижение где-то в отдельных городах начали отказываться от побелки деревьев дикоросов как от глупости невероятной расточительности в нищей России поехали теперь по теме так фотография если увеличить вот это одна из фотографий ее автор Григорий Козел значит он живет в Сызранской в общем где-то в село бесплохо разобрать Сызранский район так вот значит это где-то рядом с виноградом видимо я к чему это говорю я хочу сказать что никак у нас не получается контакта с наукой мы об этом тоже будем говорить потому что горько что не имея ничего подобного а наши ребята заслужили того чтобы их уже сманивали в Новосибирске институты даже если они как я и латинком металлурги вот а еще и строители кого в среде настолько нет вот и никакой очереди нету а то что выращивает допустим Григорий Козел наверное на 500 километров вокруг больше ни в одном научном селе не увидите поэтому я специально это подчеркнул пойдем дальше ну пожалуйста набрал фото абрикосы НПО Челябинск высветилась вот эта вот передача то есть это я фотографировал прямо с экрана там рядом это не не в самом НПО а рядом находится научное учреждение с замечательными абрикосами ну давайте сравним сравнили идем дальше вопрос по весу в воздухе ну и вы не очень то стараетесь как то вы считаете что я один справлюсь НПО Челябинск на что привиты абрикосы что такое полукарликовый подвой по-прежнему висит это вот объявление подвой 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 вот просто задать вопрос и услышать если вишня то можно записать разговор можно какое-то документальное подтверждение и чтобы мы больше там не покупали если это вишня а если все таки это не вишня то что полукарликовый абрикосов не бывает но если только сибирские или там да сибирские они самые мелкие и почти кустарники вишня вишня вишня